Привет, ребятки! В этом видео я хочу поговорить, какую машину лучше всего покупать вновь прибывшему эмигранту. В Америке огромный выбор машин, и в целом машины дешевле, чем в странах СНГ. Я недавно посмотрел видео одного вновь прибывшего эмигранта, и там его товарищ покупает старый по американским меркам Mercedes 15-го года с пробегом 46 тысяч миль, и значит, он его покупает, по-моему, за 37 тысяч, плюс ему еще, он дает downpayment 10 тысяч, плюс ему еще впаривают кредит под 18%, и он еще платит страховку, по-моему, 450 в месяц за эту машину, плюс на этой машине уже есть царапины, и плюс он собирается брать эту машину, чтобы переезжать в Майами, да. Значит, я хочу просто привести вам для примера, что я вот за две машины, сейчас нам немножко подняли страховку из-за аварии, но я хочу вам привести пример, значит, у нас за две новых машины, за Pathfinder Platinum и за Altima мы платили полную страховку, полную страховку с полным покрытием 120 долларов в месяц, плюс, значит, я два раза брал машину в Finance, то есть в кредит, один раз, опять же, новую я брал под 0%, второй раз я брал под 1,99%, но сейчас я беру машины в ЛИС, и я расскажу вам почему. Во-первых, я хочу сразу остановиться, что вам нужно избавиться от этой психологии, что машина это что-то, что показывает ваш социальный статус или ваш финансовый статус или что угодно. В Америке такой подход абсолютно не работает, здесь абсолютно всем наплевать, какая у вас машина, даже может случиться наоборот, чем более броска у вас машина, тем больше проблем у вас может случиться. Я вам приведу пример, у меня знакомый, вот он ездит на Porsche, ему недавно какой-то бомж бросился под колеса, и сейчас судит его, ну а здесь, вы знаете, как идет по накатанной, да, эти все дела, сейчас у него там болит спина, болит шея, у него сейчас болит голова, реально никаких там реальных повреждений не было, у него стресс, он сейчас боится машины, он не может в сексуальном плане удовлетворить свою партнершу из-за стресса, ну и так далее, то есть это все, знаете, такие накатанные дела, как говорится, как говорится. Вопрос в том, если бы у него была машина поскромнее, бросился бы бомж ему именно под эту машину, да, то есть эти люди, да, они тоже выбирают определенные машины, так как с их владельцев можно получить больше денег. Опять же хочу сказать, что всем, всем абсолютно по барабану, какая у вас машина, никто вас не будет больше уважать, если вы там будете ездить на Ferrari и так далее, а просто покупать такую или брать на прокат такие машины, да, чтобы выложить там какие-то фоточки или видео на YouTube, или фоточки в Instagram, ну, мне кажется, это, не знаю, как перевести, называется Imajuo, да, незрело, да, незрело немного совершать такие поступки. Но опять же, это, как говорится, каждому свое, если вам очень нравится какая-то модель машины, это как бы ваше дело, я как бы вам высказываю просто свое мнение, да, по этому поводу. Тем более, знаете, для вновь прибывшего эмигранта, которому сейчас нужно становиться здесь на ноги, получать образование, искать работу, мне кажется, такие поступки, они немного странные. Далее, я вам скажу, как я сделал, да, я долгое время у меня вообще не было машины, я жил в Нью-Йорке, и потом я взял у своего знакомого такой довольно старенький, такую старенькую Mitsubishi Gallant, и я на ней еще проездил, по-моему, полтора года, и потом взял машину в лист. То есть, по моему мнению, да, если бы я вот был вновь прибывшим эмигрантом, мне нужна была бы какая-то машина ездить на работу, да, я бы взял какую-то там старенькую поддержанную Toyota, там, Mazda, Honda и так далее. То есть, до 7 тысяч можно взять довольно нормальную машину, довольно приличную, которая будет ездить и выполнять свою функцию. Но если бюджет вообще поджимает, то я думаю, можно взять и до 2 тысяч. Даже если с этой машиной что-то случится, это не big deal, да, если у вас что-то случится с Mercedes, да, тем более, который уже поддержанный, который сейчас будет тянуть расходники на себя, здесь немецкие машины очень дорогие в ремонте, и расходники на них очень дорогие, то это не big deal, да, вам эту Toyota, там, любой, там, какой-то, я не знаю, дядя Вася, там, что-то нужно будет поменять, чтобы она просто ездила, да, то это, как бы, довольно доступно. Для меня, например, для моей ситуации, да, машина, лучше всего, лучше всего брать машину в ЛИС. Во-первых, у меня хорошая кредитная история, поэтому у меня обычно машина в ЛИС идет вообще под минимальный процент или вообще без процента. То есть, я вам сейчас покажу свою Altima, я за нее сейчас плачу 350 долларов в месяц, это ЛИС. Это не самая базовая Altima, одна, одна ступень от базовой, то есть, от свишка, она идет уже с keyless entry, то есть, можно открывать машину без ключа, и с remote ignition, то есть, можно заводить ее в руках, что очень удобно летом, уже приходите, машина уже заведенная, и кондиционер работает, то есть, уже нормальная температура в машине. Также она идет уже сразу с круиз-контролем и климат-контролем. Когда садишься, допустим, если у тебя нет ключа, то эта машина заглохнет все равно. Чтобы я завести, вот, нажимаешь на кнопку, включается дисплей. Видите, сейчас у нас 83 градуса, показывает, сколько осталось миль, насколько миль, да, осталось бензина, также показывает давление в шинах, сейчас просто не показывает, потому что машина стоит. также показывает, насколько осталось бензина, какой средний расход бензина, пробег, Bluetooth, коннектится, тоже можно телефон подсоединять и распознает голосовые команды. Также есть камера заднего вида, например, когда включаешь передачу, врубается камера. То есть, видите, такие самые базовые функции, но вполне достаточно для ежедневного пользования. И я напоминаю, что это базовая Altima уже 15-го года, а сейчас ее уже мне пора менять. И сейчас даже Altima базовая, она уже идет с монитором, который предупреждает передние столкновения, и также мониторами по бокам, которые показывает, если у вас машина сбоку. Но здесь еще я брал на нее гарантию, то есть excessive wear and tear, то есть избыточный износ этой машины сюда тоже включен. То есть, например, если я верну эту машину полностью поцарапанную, с убитым салоном, я ничего дополнительно не буду за нее платить. Это все включено уже в то покрытие, за которое я сейчас плачу. Плюс на эту машину сейчас полная гарантия, то есть любые поломки все полностью покрываются производителем. Также, когда я беру машину в лист, я не плачу за нее sale taxes, то есть налоги с продажи я за нее не плачу. У меня нет никакого головняка, мне не надо там ходить, потом продавать машину или сдавать ее в trade-in. Если я ее буду сдавать в trade-in, то я потеряю довольно много денег. Я просто приехал в дилерсип, отдал им ключи, и через 5 минут я ушел и взял другую машину. То есть это довольно простое решение. Да, я знаю, вы можете сейчас приводить какие-то калькуляторы и говорить, что лист получается немного дороже, чем если взять в тот же finance. Но вы подумайте о том, что, во-первых, люди говорят, что машина это своего рода инвестиция. Во-первых, я считаю, машина это никакая не инвестиция. Машина это кусок металла, который быстро теряет в цене. Чем дороже машина, тем быстрее она теряет в цене. Поэтому машина это по-любому не инвестиция, а потеря денег. Просто машина нужна, да, для работы, там, для поездок. И поэтому это как средство передвижения. И машины, там, вот линейки среднего класса, там, допустим, Accord, Mazda 6, Hyundai Senato, Altima, это очень хорошие, тем более новые, да, вот машины, которые сейчас выходят. На них больше фишек, даже у базовых моделей, чем у старых Mercedes. Они практически не ломаются, и с ними практически нет никакого головняка. Вот у меня был Passat, тоже в Лизе, я платил за Passat, я дал 1000 долларов down, и я его взял под 0% в Лиз, и я платил за него 199 долларов в месяц. Плюс на Passat, на Passat мне нужно было менять масло раз в год всего, на этой Altima я меняю раз в 6 месяцев. Для меня, допустим, любой поход в сервис или в dealership, чтобы там менять масло, или там что-то у меня поломается, даже если эта машина на гарантии. Но для меня такой поход, это значительная потеря денег, потому что, опять же, мне, допустим, то время, которое я трачу, да, на сервисе или в dealership, я бы мог, допустим, потратить, потратить работа и заработать намного больше денег, чем эта разница, да, которую вы там описываете между, там, новой, если взять машину в Finance или ее купить, вместо, или взять в Лиз. То есть вот этот головняк, да, чтобы машину потом продавать, так к вам приходят какие-то покупатели, или даже сдать ее в Trade-In, там, ты торгуешься с этим дилером, и так далее. Для меня это большая потеря денег и времени, чем я просто взял машину в Лиз и потом ее отдал. Также, еще такой момент, если вы работаете на какой-то High Risk Specialty, допустим, работать врачом, это одна из High Risk Specialty, и у вас какой-то возникает судебный иск, который может поставить под угрозу ваше финансовое состояние, вот, например, я вам привел пример, когда там бездомный бросился под ноги под машину одному моему знакомому, то вас машину просто могут забрать в счет этого долга, да, или в счет этого иска. Лизовская машина, это не моя машина, они ее забрать не могут, потому что она мне не принадлежит. В общем, да, если, опять же, у вас такая ситуация, что у вас плохой кредитный скор, но, в принципе, достаточно денег, чтобы взять, чтобы купить машину. Здесь есть много дилеров, которые берут машину с аукциона, или вы просто можете посмотреть на крылья стея, или посмотреть в дилерских салонах, опять же, чтобы взять недорогую машину за хорошие деньги. Но, ребята, если у вас плохая кредитная история, у вас нет денег, значит, вам не надо брать машину за 40 тысяч и лезть в кредит под 18%. Опять же, это ваши деньги, ваше дело. Если вы хотите, вы любите совершать такие, на мой взгляд, нерациональные поступки, то совершайте, как бы, я не могу никому ничего советовать, просто как бы высказываю свое отношение к этой ситуации. Да, еще такой момент, сейл текси, которые вам начисляют, то есть налоги за продажу, за определенную машину, они могут быть разные в разных штатах. Вот, например, парень купил машину в Нью-Йорке и заплатил за нее больше налогов, чем если бы он купил ее во Флориде. Также, флоридские машины, они никогда не видели зимы. Они не видели зимы, они не видели убитых нью-йоркских дорог. И поэтому, машина, да, из Нью-Йорка, которая три года эксплуатировалась по этим дорогам, которая парковалась к бамперу постоянно, и которая которая прошла через три зимы, и машина во Флориде это две совершенно разные машины. такой еще момент, ребятки, хочу дополнить, забыл сказать. Вот, часто такое бывает, ты приходишь, да, машину поставил на парковке, приходишь, а машина поцарапана, у тебя бампер поцарапанной, там где-то, да, или еще что-то. Можно, конечно, подувать свой страховку, опять же, да, пока эту машину сделаю. Часто это время, чтобы сделать ее, будет стоить дороже, чем просто так ее сдать, и все. Если просто ничего не делать, то, когда вы ее сдаете, если машина влизи, то с вас могут зачаржить, то есть, наложить определенный платеж, да, на вас. Ну, как я уже говорил, моя машина, она не полностью страховка, даже если сдам, все поцарапанной, я ничего дополнительно оплатить не буду. Как бы, в этом еще преимущество. Я, по-моему, за это плачу дополнительно 500 или 600 долларов за весь период Лиза, и там в месяц, получается, по-моему, 20 с чем-то долларов, что такое. Как бы, я считаю, это того стоит. А теперь, представьте, да, у вас там машина, допустим, там за 100 тысяч, да, или там за 60 тысяч, да, вы вышли, и вы поцарапанный бампер, или поцарапанный еще, да, это уже вы попали, там, на 500 тысяч долларов, на ровном месте. Уже настроение не то, да, как бы, негативные эмоции. Здесь я вышел, вот, да, у меня было, там, мне поцарапали машину, там, до сих пор, небольшая поцарапина на бампере, но машина не моя, она все равно застрахована, ее сдам, они ее отполируют, покрасят, и все будет нормально, да, всем, 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 в принципе, приятно, никому, негативных эмоций нет. Да, ребятки, я еще хотел бы вам дать такую подсказку, обычно новая машина, если вы берете ее в ЛИС или в Файненс, дилеру выгодно ее скинуть, даже иногда под ноль дохода, потому что им считается, сколько они машин продадут. Так вот, когда вы берете машину в Файненс, бывает, даже можно ее взять меньше цены, которая рекомендована на сайте производителя, у меня такое тоже было. Не ведитесь, они иногда могут запудривать голову и говорить, давай мы сейчас тебе подадим дешевле, вот смотри, допустим, ты Файненс будешь платить 300 долларов, а мы тебе сделаем за 250, но в ЛИС, да, то есть в ЛИС, это не ваша машина все равно, да, хотя я уже говорил об этом, но, когда вы берете машину в ЛИС, что вы делаете? Вы берете машину, цену, которую вы платите за месяц, умножаете ее на количество месяцев и затем прибавляете ее к той цене, которая, прибавляете ее к остаточной стоимости машины, которая тоже указывает только, то есть сколько будет это стоить машина после ЛИСа, она указывается у вас в контракте, и таким образом вы получаете стоимость машины, плюс интерес от ЛИСа, я забыл, как он называется, по-моему, money factor или что-то такое, ну, простым языком это интерес, то есть проценты, за которые вам дают ЛИС, то есть берете цену, да, месячную стоимость, умножаете ее на количество месяцев, на которые вы берете ЛИС и прибавляете к остаточной стоимости машины, которая указывает слово с контрактей, за которую вы потом эту машину можете выкупить, также часто по окончании ЛИСа, вы должны платить 300-400 долларов, но обычно, если вы берете машину в этом же дилерщипе, вам эту цену могут скинуть. Какие можно еще получить поблажки во время этого, во время торгов? Обычно дилеры начинают выплясывать перед вами танцы обезьян в брачный период, и чего только не видел, им надо к менеджерам своему побежать, посоветоваться, то он не может скинуть, и вот это уже последняя цена, вот бери, вот все, это я уже себе в убыток беру, и надо побежать ко второму менеджеру, и к третьему менеджеру, иногда я проводил в делальщипе, целый день и наблюдая эти танцы, и как они бегают к своим менеджерам и так далее. Значит, ребята, я вам скажу так, вот по моему опыту, да, как один из самых лучших подходов, вы как бы приходите, да, смотрите машину, вам там говорят какую-то цену, там листом столько-то, финанс столько-то, что вы еще можете выторговать? Вы говорите, да, напиши мне все на бумаге, да, напиши мне это все, и я пойду посмотрю, вот тут здесь еще два дилерщипа, там или три дилерщипа, я выберу, какая цена самая лучшая. У меня были разные ситуации, у меня были ходила, там бежал за машиной, уже выезжал, они бегут там за машиной, там давай, там, то все, и там писали и звонили. Ну, в общем, дилеров их наказывают, да, они не продают достаточное количество машин, то есть на этом вы можете тоже сыграть. Да, обязательно я бы посоветовал пойти, пойти в два, в три в дилерщипа, да, потратите больше времени, но получите лучший дел. Что еще можно выторговать здесь? Вы можете выторговать бесплатное обслуживание машины, бесплатное обслуживание машины на три года, например, спросите, скажите, замена масла там, всех расходников в течение три года, это выторговать вполне реально к дополнению к Лизу. Также реально выторговать нулевую или очень низкую процентную ставку, ну, конечно, если у вас кредитный скорбь позволяет. Еще раз говорю, они вам не дадут всех скидок до последнего момента, с них надо все вытягивать и наблюдать все эти танцы орангутангов, но никуда без этого не денешься. Еще такое бывает, что они вам назовут какую-то цену, а ты приходишь, а там цена уже совсем другая. То есть, то, что они вас уговорили, вы потом идете подписывать бумаги, там другая цена. В таких случаях просто встаю и ухожу. У меня никакие объяснения, что это там было без таксов или с таксами, меня не устраивает. Я всегда спрашиваю что у них какая финальная цена. Если финальная цена у вас отличается от того, что вам показывают или они вас могут еще запудрить голову, говоря, что вот здесь, например, да, вы всегда смотрите, не ведитесь на то, сколько вы платите за месяц. Всегда умножаете то, что вы платите и на месяц, за месяц, на количество месяцев и так же еще пытайтесь сами посчитать процент, который они вам дают. Потому что они это все могут как бы заговорить и задурить вам голову. Это все нормально. Это в любом дилерщипе такое бывает. А лучше, когда вы идете покупать машину, возьмите кого-то, кто здесь в Америке уже давно. Если у вас есть какой-то друг, который уже много раз сталкивался с дилерами, менял машину, лучше возьмите его. Потому что вы можете многого не понимать и они вам по-любому ли впарят что-то, что вам не надо. какой-то extended warranty или еще что-то. Я считаю, что из всего того, что они предлагают, что имеет реально смысл взять или если вы будете находиться долго жить в том городе, где вы живете, вы можете взять обслуживание в их делающем замену масла и так далее. Extended warranty я бы не брал. Я бы опять же обслуживание можете брать, можете не брать. Это смотря какая цена, да, какую нецену вам предложат. Но опять же вы можете подарковаться. Есть различные планы, там silver, gold, platinum, там silver plan может быть вообще ничего не включено. То есть это такие вещи, которые если вы не знаете, то лучше их не покупать. Они вам могут сказать, да, вот все, смотри, 20 долларов, ты больше будешь месяц платить, а вы умножьте 20 долларов на 36 месяцев и получите реальную цену того, что они вам предлагают. В общем, ребятки, думайте перед тем, как вы покупаете машину, советуйтесь и не делайте поспешных выводов. Да, еще такой момент, когда вы покупаете бушную машину в делающем у вас обычно не очень большой, не очень большой зазор для торговли. Обычно эта машина, кто-то им принес, вернее, сдал в трейд-ин и они, как правило, на таких машинах не очень много зарабатывают и опять же им не считается продажа машин, им больше считается сколько они продали новых машин. Если они продали какую-то трейд-ин авскую машину, у них здесь не очень большой зазор для торговли, поэтому бушную машину, да, опять же, если вы берете такую какую-то временную машину там на поездить, вот пока вы только приехали, я бы брал либо на аукционе, либо брал срок на крыльсте, либо, если у вас какие-то есть знакомые, которые имеют доступ к аукциону, они вам могут выбрать более-менее приличную машину за небольшую цену. да, вы рискуете, на эту машину нет гарантии, она может поломаться, но она и стоит практически копейки, да, если даже что-то с ней случится, как я уже сказал, но это будет не очень большая потеря, и опять же, там можно будет ее довести хотя бы до того уровня, чтобы она есть, если вы там взяли, да, какой-то, опять же, Mercedes, там у него поломалась коробка, да, то вы сами представляете, какую цену будет стоить гарантия, и даже опять же, ту гарантию, которую они вам часто предлагают, читайте внимательно на мелкий шрифт, потому что там может гарантия не включать много чего. Когда вы берете машину в лифт, смотрите, сколько на ней annual mileage, то есть, сколько вам на ней можно ездить в течение года, потому что цена в одном делощупе может отличаться от цены в другом делощупе, но mileage тоже может быть другой. И опять же, прикиньте примерно, сколько вы будете ездить на машине, и если вам лишнего не надо, то берите с минимальным mileage, потому что цена тоже будет меньше. Если опять же, вы едете больше, то возьмите с большим запасом mileage. В общем, ребята, чтобы не попасть, подписывайтесь на канал и смотрите видео, а если вы не знаете, то лучше спросите у кого-то. Если вы не знаете у кого спросить, то сделайте research и почитайте различные форумы. Очень много информации по этому поводу. Просто, опять же, дело ваше, но мне просто жалко смотреть, как люди делают такие вот базовые ошибки, когда сюда приезжают.